Он основан на некотором парадоксе, заключается в том, что будут рассмотрены некоторые симптоматические проявления эмоций человека в коммуникации. С точки зрения теории Брайса, симптоматика, в отличие от всех других приводимых им примеров, не соответствует сразу двум категориям. Принципа кооперации не соответствует количеству и способу. Это двойное усложнение, поэтому симптоматику не принято считать коммуникативным средством. Но тем не менее я пытаюсь показать на том количестве примеров, которые даст мне время, оставшееся, что в определенных случаях симптоматика работает. И я попробую показать механизм того, как симптоматические проявления интерпретируются в диалоге и встраиваются в диалог. Эмоциональные симптомы человека – это разного рода непроизвольные жестовые, мимические, звуковые проявления, за которыми угадывается и ментальное, и эмоциональное состояние человека, и его реакции на внешнее и внутреннее воздействие. В общем-то, для человека симптоматические проявления другого человека оказываются значимыми и учитываются. Ну вот, мы говорим об информативно-прагматической значимости, значит, вот данный пример из Мечковской, как мы смотрим на партнера, что может значить быстрый прямой взгляд, эти растопленные пальцы, почему ноги так растопленные. Все это нам важно для того, чтобы встраиваться в коммуникацию, для того, чтобы понять, как вести себя и как разговаривать с собеседником. Существует даже целый набор таких вот языковых выражений, типа, вот, у вас на лице написано, а человек, который, ну, не очень умел, скрывает свои чувства, и вот, читать по лицам, читать по глазам. Вот, можно читать по лицам по глазам, чтобы вот уже что-то узнать о соседнике, и, соответственно, вот, как бы, учитывать это в своей коммуникации. Значит, вот, пример из Шварца, «В нашем кругу мы все владеем одним искусством, мы изумительно умеем читать по лицам сановников». Вот, или вот такой вот, это не художественный текст, а уже, в общем-то, реальный какой-то вот, какие-то инструкции. Вот, умение читать по глазам предстоящие действия человека, оно оказывается очень полезным в, ну, там, в борьбе, в карате и так далее. То есть, как бы, предугадывать действия другого человека. Но, еще раз повторяю, что это пока вот информативно-прагматическое, это не коммуникативная значимость. Значит, вот эта информативная значимость учитывается обеими сторонами коммуникативного взаимодействия. С одной стороны, вот, говорящий, ну, или человек следит за симптоматическими проявлениями собеседника, а с другой стороны, и сам субъект эмоции может прилагать усилия, чтобы его внутреннее состояние либо не было, нарушено, либо, наоборот, не осталось незамеченным. То есть, вот такая идет некоторая социализация этих непроизвольных наших внутренних эмоциональных состояний. Мы либо прячем, либо, наоборот, выпячиваем, там, где вы видите, можем даже доводить до лицемерия, до актерства. Вот, вот, к последнему, о последнем, то есть, в таком представлении наших эмоций пишет Гоффман, что субъект, ну, он анализирует свое внутреннее состояние, действует так, чтобы были очевидны особые условия, которые предположительно вызвали их. Ну, он как бы рассказывает маленькую историю ситуации, позволяет всем присутствующим интерпретировать себя. Но, пишет Гоффман, что это представление коммуникации в этологическом, а не лингвистическом смысле. Вот, пример из Дюма, значит, каким образом Миледи удалось, вот, как бы, взять на свою сторону Фельдена, она пыталась показать, ну, убедить его, что она хочет-похочет самоубийством. Значит, что это такое, сударыня? Это ничего, ответил Миледи с тем скорбным выражением, которое на искусственном ее подводится и улыбке. Скука смертельный враг заключенных, я скучал, возникал с тем, что плела веревку. Ну, одновременно Фельден мог заметить, значит, вот этот крюк в стене и сделал такую-то импликацию, сделал вывод, значит, человек в тюрьме, ему плохо, он вяжет веревку, а вот тут есть крюк. То есть, вот, он сдрогнул, он понял, вернее, он уловил ее намек на то, что она собирается покончить с собой повешение. Вот, то есть, вот, некоторое такое вот намеренное через симптоматику введение информации, который может подействовать на собеседника. Ну, еще более такая пародийный пример, доказывающий необходимость симптоматических проявлений для воздействия на собеседника, это, например, из Шварца тени, там министр лишен возможности управлять своими членами, но голова хорошо работает, и он, значит, заставляет Лакеев придавать ему необходимую для воздействия на собеседника позу. Вначале он требует, чтобы ему придали позу располагающих легкой острейной болтовни, пытается уговорить, вот, даму выполнить его просьбу, не получается, тогда он, значит, требует, чтобы Лакеев, вот, чтобы сделали ему позу крайнего удивления, то есть, видимо, там, руки должны были быть в разные стороны, может быть, там, не знаю, рот приоткрыть ему, значит, они повинуются, как это в тексте неизвестно, но, если это можно было бы представить, как делает режиссер, значит, потом круг позу крайнего возмущения, и только такой тоже его находит, да, вот эти симптоматические проявления эмоций должны воздействовать на собеседника, вот, с целью, вот, необходимой для говорящего. Значит, вот, язык нам дает возможность показать роль симптоматических проявлений, вот, в текстах мы встречаем описание симптоматических каких-то проявлений, которые авторы могут объяснять или заменять какими-то конкретными языковыми, ну, какими-то конкретными идеями, какими-то конкретными языковыми высказываниями. Значит, ну, вот, например, для этого используются частицы, дескать, де и мол. Ну, вот, стандарты данной частицы служат для передачи и интерпретации чужой речи. Ну, и они и происходят от глаголов речи, так сказать, вот, дескать, там, сказать и де, и мол молвить. Мол, вот, возьмем, значит, большое толковое слово, указывает на то, что приводимые слова являются передачи чужой речи, чужого мнения и высказанные, самим говорящим, ранее. То есть, вот, они используются для, вот, передачи чужой речи. То же самое Ожигов Шведова пишут, дескать, при передаче чужой речи, ну, там, соответственно, недоверие. Что же мы находим в текстах? Ну, вот, пример. Значит, два года назад Ставропольский губернатор Черногоров отрядил целевой казачий отряд, значит, несколько десятков тысяч гектаров сельских хозугодий. На первых порах атаманы морщились. Дескать, этого мало. Итак, вот это вот, они поморщились, и, вот, этот симптоматический акт объясняется автором, что, вот, вот, переводится в конкретное языковое высказывание. Вот, то, что было сделано, этого мало. Ну, или, вот, еще пример. Рина Тихо сказала, Варе, поедем с собой, но без зои. Куда я ее дену? Рина пожала плечами, да? А потом идет, как бы, пересказ вот этого симптоматического движения. Мол, твое дело, тебя берем, а ее нет, а делайся, как знаешь. То есть, вот, предполагается, что, вот, Варя, вот, по этому жесту должна была вывести эту, эту, вполне коммуникативную информацию. Вот, видите, это твое дело, и мы тебя берем, ее не берем, и ты должна делаться, как знаешь. То есть, это импликативный вывод, который следует из одного такого жеста. Значит, есть еще редко используемые, тем не менее, некоторые символы, символы симптоматического представления, в которые включают в себя и жесты, и мимику. И все вместе, вот, обычно этими жестами, ну, как бы, несколько эмоциональных состояний, вот, выражается, и из контекста мы понимаем. Ну, вот, Эркман самоубийца, значит, вот, ты, Мария, не скажи, прямо скажи, ты чего домогаешься, ты последний вздох моего домогаешься, ты доможешься, только я тебе в тесном семейном кругу говорю, Мария, ты сволочь. Да? Вот, значит, вопросительный знак, который, в общем-то, не требует, не требует объяснения, мы из ситуации понимаем, вот, выражение лица Марии Лукьяновны, вот, значит, это такое вот полное недоумение, вот, ну, это пьеса, но встречается с художественной литературой, значит. Я только не успел рассказать вам, стараясь, чтобы его услышала только одна Юля, произносит он, что у Донны Анны было ваше лицо. Ну, примерно такое же выражение лица у, вот, значит, у девушки, которой это говорится. Третий пример из Аксёнова, Кирилл, смотаемся в перерыве, это здесь, как бы, такой вопросительный взгляд, что-то имею в виду, на плату за страх, ну, скорее всего, это жест вот этот, значит, жест одобрения, да, который передается восхитительным знаком. Значит, вот такая символическая замена жеста, который читается в контексте, однозначно выводится, импликативно выводится из текста. Ну, вот, дальше мы рассмотрим, собственно говоря, вот, коммуникативную, значит, уже будем рассматривать коммуникативную значимость симптомов, то есть, там будет идти описание диалогов, где репликам одного субъекта будет соответствовать жестно-мимическое выражение другого, и диалог может продолжаться, то есть, вот этот симптоматический знак встраивается в диалог в качестве, ну, в общем-то, занимая позицию речевого акта, являясь синонимом какой-нибудь конкретной реплики. Значит, возвращаемся к Грайсу, значит, ну, здесь значит, симптоматические знаки, не будучи языковыми знаками, безусловно, не соответствуют постулату. Количество Грайса, вот, они и не соответствуют категории способа, которые формулируются как, выражайся ясно, ну, вот, насколько ясны симптоматические представления, да, это вопрос. Но, вот, постулат качество не страдает, поскольку искренность, вот, намерение искренности чувств, ввиду непосредственности этих симптоматических знаков, может оказываться в диалоге выше, чем у языковых высказываний. Известно выражение Макса Мюллера, одно краткое междометие, может быть выразительнее, точнее, красноречивее, длинные речи, и еще есть такой вот анекдот, ну, вот, для разрядки про двух молодых людей, один грустный, второй вы спрашиваете, что случилось, да вот, моя девушка не вчера отказала ей, предложил руку и сердце, она мне отказала. Мало ли что может сказать девушка. Сегодня, вчера она тебе сказала нет, завтра она тебе скажет да, она не сказала нет. Она сказала, что? Тьфу. А этот, значит, после этого жеста ждать завтрашнего дня уже не приходится, то есть оказывается, что симптоматическое проявление более искренне и, как бы, более сильно, чем вот, чем речь, да, чем вот, в частности, да или нет. Ну, вот, переходим к механизму, значит, вот, конверсационный анализ описывает диалог, и как, вот, выявляет такие единицы, дискуссивные единицы, как смежные реплики, вот, осуждение, извинение, вопрос, ответ, утверждение, не согласен, не согласен. Энна Викторовна об этом писала, несколько статей. Вот, в чем сила этих, вот, этого описания, то в предсказуемости. Если мы видим первую реплику, то мы уже ожидаем. То есть, вторая реплика мотивирована. И, собственно говоря, вот, содержательная часть уже отходит на второй план. То есть, мы входим вот в эту область, которая, вот, не так требует максима количества, если, значит, нам главное, вот, это, все-таки, истинность. Вот, почти любой речевой акт диалоги сопровождается выражением отношения говорящего к этому акту. Таким образом, параллельно к диалогическому взаимодействию происходит взаимодействие эмоциональное. А потому выражение эмоциональной реакции в ряде случаев оказывается достаточным, чтобы собеседник понял намерение говорящего по отношению к тому, что он только что сказал. То есть, вот, этому речевому взаимодействию в диалоге соответствует и взаимодействие эмоциональное. Вот, у Сорли есть, по-моему, работа соотношения ментальных состояний и речевых актов, вот, их такой вот, гармонии. Значит, вот, можно говорить о гармоническом эмоциональном, ну, моральном, ментальном эмоциональном взаимодействии собеседников, и о таком дисгармоничном. Вот, первый ряд примеров будет связан с гармоническим, гармоничным взаимодействием, как там срабатывает механизм, а потом несколько слов дисгармоничным. Значит, итак, вот пример из Чехова. На будущей неделе письмоводитель, у нас в приюте уходит в отставку, если хотите, поступайте на его место. Итак, предложение, временский, не ожидавший такой милости, просияло. И отлично сказал директор, сегодня же напишите прошение. Значит, вот это вот удовольствие на лице, улыбка на лице, значит, предшествует согласию, гармонии, естественно, из нее, естественно, выводима согласие. В стандартном случае соответствует согласию, и вот собеседнику уже достаточно ее, чтобы продолжить диалог. И отлично, да, сегодня же пишите прошение. Более сложный случай. Звонит начальство. Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж. Елки-палки, сказал я, и повесил трубку. Ну вот, представьте себе диалог, да? Человек что-то говорит, второй там эмоционально взрывается и вешает трубку. Ну, вообще-то это конфликт, да? Не до свидания, не, так сказать, извините, заняты тогда без объяснения. Что происходит здесь? Значит, собеседнику напоминают о том, что он должен сделать. В ответ следует эмоциональный взрыв растерянности. И растерянность в другой степени, что прерывается контакт. Ясным образом, ну, вернее, естественным образом мыслится следующая логическая структура. Значит, вот, он знал, что он должен, он растерялся, значит, он понял свою ошибку, значит, сейчас он будет исправлять. То есть, вот, такой, хоть он совершенно необязателен. Возможно, что эта интерпретация и не верна, тогда она придет к большому конфликту. Но, вот, в данной ситуации такая логическая импликация, вот, он должен, он растерялся, значит, он понял свою ошибку, значит, он ее будет исправлять. Ну, наиболее, наиболее очевидно. Еще одна ситуация. Вот что, Саул, вы мне не нравитесь, сидите спокойно на машине, не смеете ничего предпринимать. О, Господи! сдохнул Саул и замолчал. Значит, на этом заканчивается ситуация, но, в общем, она тоже понятна. Человеку приказано что-то делать, то, что он не хочет. Человек, тяжелый вздох симптоматически выражает неудовольствие, но и, это пассивное неудовольствие, нежелание, неготовность противостоять, противодействовать. Вот, из этой, вот, из этой информации симптоматической, говорящий понимает, что, вот, Саул согласился. То есть, фактически это, ну, дальше должно было бы следовать, хорошо, я понял, да, вот, я, что называется, слушаюсь. То есть, но речевого акта не производится, и он, в общем-то, и необязателен. Вот, происходит такое речевое взаимодействие. Еще пример. Неужели мошенники? Тревожно спросил гостя Мак. Неужели среди москвичей есть мошенники? В ответ Буфетчик так горько улыбнулся, что отпали все сомнения. Да, среди москвичей есть мошенники. Это низко возмутился Воланд. Уберем интерпретацию автора. Значит, неужели есть мошенники? Улыбка – это низко. Перед нами диалог, второй репликой которой является не высказывание, а вот такая вот горькая улыбка. Ее вполне достаточно для того, чтобы диалог продолжался. Что здесь происходит? Значит, Буфетчик почувствовал в речи мага а вот горечь и недоумение, что может быть такое, что вот москвичи, судя по сути, в москвичей есть мошенники. Вот. И недоверие. Вот. И вот эта вот горькая улыбка, согласование, вот мне не нравится эта мысль, хотя я в нее не верю, ответ, так сказать, вот мне тоже вот это, это не нравится, но это все, что я могу вот предложить вам, вот в виде своей улыбки, срабатывает. Ага, если он так же вот грустит, так же грустно улыбается, значит все-таки это правда. Вот. То есть вот такой вот, такие выводы из симптоматического проявления, которые, в общем, оказываются истинными. Ну, вот то же самое, ну, примерно то же самое. Вы уж меня извините, сказал мне еще голос, но мне кажется, что вы все это выдумали, ведь этого не было. Вот это увы и ах. Вообще, увы и ах, это такое, между видами, вздоха, вот тяжелого, грустного вздоха, который используется в речи, вот вообще это увы и ничко увы, или для подтверждения, или для возражения, но всегда вот с сожалением. А уже подтверждение возражения приписывается в зависимости от того, что, значит, вот говорил там, ну, что Ивана не было на лекции вчера, увы, это, так сказать, его не было, да, что Иван пришел вчера там в гости к ним, увы, да, он пришел в гости. То есть вот это вот такое эмоциональное согласование и приводит к выводу о подтверждении, так сказать, сказанности, подтверждении вот этого опасения, если угодно. Вот дисгармоничное взаимодействие. Обычно, значит, ну, можно рассмотреть несколько его подвидов. Я рассматриваю удивление, как некоторую дисгармонию, как некоторый намек на недоверие. Значит, рассматриваю, есть удивление, есть более сильное, сомнение и разочарование. Вот, значит, что, как реагирует говорящий, увидев, ну, сообщая что-то и увидев на лице удивление у собеседника? Ну, удивление, ну, подумай, что это необычное. Нет. Для говорящего очень важно, вот, затоптать все сорняки сомнения, поэтому он останавливается и возвращается к этому, к своему утверждению и давает какие-то аргументы или пытается как-то уверить. То есть, вот, оказывается, что вот этот вот знак удивления тоже некоторым образом такой аналог возражения. Ну, вот, пример из мастера тоже в атеисте. Дамы атеисты, улыбаясь, ответил Берлиозе. Ох, какой апрель! Вскричал удивленный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора. Он не сказал, это неправда, он не сказал, я сомневаюсь, да, ему было просто, как бы, вот, для него это было неожиданно, удивительно, это был какой-то новый мир. В общем, для Берлиоза же важно, так сказать, ну, как бы, чтобы он стал усилен в эту мир, значит, чтобы никаких сомнений не было. Поэтому, не продолжает дальше, а, как бы, возвращается в нашей стране атеист, никого не удивляет, значит, большинство нашего населения. То есть, он, как бы, дает еще один аргумент, вот, так сказать, он опять возвращается к тому, что вот они атеисты. Это ты на каком языке удивился, машинистов? Ну, а не на капком ответил Почегар. Я просто балуюсь языком Батай, вот этим добавил. Он и показал машинисту свой язык. Ух ты, изумился тот! Ну уж тут, как бы, совсем нечего сомневаться. Тем не менее, опять возвращаются. Назад, говорящие, это еще что, бывают языки похлеще, мы его скромно отвечаем Почегар. То есть, вот, реакция на даже легкое удивление заставляет говорящего сделать шаг назад и, вот, обосновывать свое утверждение дальше. Сомнения. Здесь сильнее. Здесь требуется больше сил. Тебе нужно, чтобы тебя кто-нибудь обожал? Да, подтвердил я. Чтобы не уходил по началу, воспитывал детей? Хм, сомневаюсь я. Да, да. Он будет с ними возиться. Вот, а не продолжает, как бы, речь, а вот останавливается и пытается убедить собеседника да, какие-то дополнительные аргументы. Шатер внезапно преобразился, но Алексеевич его, хм, то есть, как это, хм, а звезды, разве они ничего не напоминают? То есть, если бы это не вызвало какого-то сомнения, то речь бы продолжалась, но так как это вызывает сомнения, значит, это становится таким знаком для другого развития диалога. В общем, это ведь не слово, это просто такой вот хмык, такой вокальный жест, такого легкого недоумения, поэтому можно было бы как бы этот симптом упустить. Нет, ничего подобного. Это крайне важно. Вот, вот пример тоже из Дюматри Мушкетеров. Что касается того, что на лежащем путем доставят письмо его величеству, начнут с ней рались, то беру, и я беру это на себя. Я знаю в Туре одну очень ловкую особу. Значит, Арамис замолчал, заметив улыбку на лице Атоса. Улыбку на лице Атоса заметил не только Арамис, но и сидящий рядом Д'Артаньян. Вот так раз. Вы против этого предложения, Атос? Удивился Д'Артаньян. Я не совсем его отвергаю, ответил Атос. Но только хотел бы заметить Арамису, что он не может оставить лагерь. То есть, одна улыбка на лице останавливает диалог, и заставляет сделать такой аппликативный вывод, что Атос против этого предложения. Это не совсем оказалось точным предположением, но, в общем, близко к истине. Ну и последний пример – это такой вот вокальный жест разочарования, который показывает нам, что иногда, разумеется, мы свои симптомы выражаем намеренно, но не всегда. Вот, в данном случае, как раз говорящий, пытается опровергнуть вот коммуникативную значимость своего скрига. Значит, разговаривает муж с женой, это, значит, Туркини, XIX век, благородные дворяне. Скажу вам без обидняков прямо, я познакомился с этим молодым человеком, господином Курнатовским, в надежде иметь его своим зятелем. А то его отец, спросила Анна Васильевна, «Оставной, кажется, Мариур, всеми имениями графов Б управляет». То есть он управляющий имениями, он не владелец. А-а-а! Промагала Анна Васильевна. Вот такой вот скрик, ну, вообще, такое, международное, а-это, международное, понимание, но на него накладывается, может, целый ряд разных эмоций. В данном случае, как искать текст, мы понимаем, что накладывается эмоция разочарования. Вот эту эмоцию, этот симптом разочарования подхватывает, значит, супруг и говорит, «А, что, а? Уже ли вы заражены предрассудками?» «Да я ничего не сказал, начала бы, Анна Васильевна». «Нет, вы сказали, а! Как бы это ни было, я с чего нужно предупредить о моем образе мыслей и смею думать и надеяться, что господин Курнатовский будет принять с распростеркими объятиями». Значит, вот, как бы, оказывается, что вот этот вот непроизвольный выкрик был поводом для изменения диалога, дал такую информацию, которая заставила вот в корне изменить речь супруга. Ну вот, значит, выводы. Мы говорим не вообще об всех симптоматических проявлениях, а вот только о каких-то реактивных в диалоге. Значит, это коммуникативно ценная информация как экономный способ выразить свое мнение и отношение к объекту, не прибегая к языку. Значит, коммуникативные возможности симптоматики проявляются в реакциях собеседников на полученную информацию, и информация выводится из контекста диалога в целом, исходя из фактивного типа диалогической пары, в частности. Вот, спасибо за внимание. Спасибо. У нас немного времени на вопросы, хотя мы уже, конечно, ну, все с самого начала немножко у нас двинулось, и мы не справляли, поэтому всем задавали вопросы, и тут тоже, может быть, такая возможность. Игорь Алексеевич, но у меня тогда вопрос, все-таки вы не могли представить ваше определение симптоматики, потому что, мне кажется, очень широко уже как-то оно так пошло, что и явно коммуникативные жесты типа пожатия плечами тоже оказались симптоматикой. Вроде бы в начале было определение такое, что это непроизвольные действия. Да, да, да. Но вы их и до актерства доводили вроде бы. Да, да. То есть это онсимптоматики, это, конечно, непроизвольные, по-мелевскому это односторонние сигналы, то есть сигналы не направлены на адресатор. И, кстати, довольно регулярно есть описание пожатия плечами человека, который не в коммуникации. Он идет по дороге, разводит руками, пожимает плечами. Ну, он с собой разговаривает. Да, что-то такое у него происходит. То есть некоторые непроизвольные реакции на внешние проявления. Но, разумеется, происходит процесс социализации, и вот то, что Гокман пишет, человек сам осознает свое внутреннее состояние и контролирует, что показать в большей степени, что показать в меньшей степени, что вообще не показать. и актер, и так далее. То есть, вот это такое природное свойство человека, естественно, социализуется и, ну, может довести... Да, переводит. И вот как-то здесь... Хотя, как это происходит, в общем, до конца, когда... Ну, это вот, о контролируемости, в свое время тоже была большая дискуссия. Человек споткнулся. Ну, вроде, он сам споткнулся или он случайно споткнулся? Да, здесь вот границу провести бывает довольно сложно. А можно уточнить, Вы сказали, что симптомы противоречат выпуску вашу количеству а собственно причину? Да, вот это тоже вам интересно. Если они, в общем, в таком виде дискурсов при большом гневе друг другу оказываются достаточные... Ну, калинька, раз пишет, а калинька, прежде всего, а языковой информации, да? Здесь языковой информации ноль. Он просто не рассматривает. Да, он рассматривает только, например, по языковой информации, да? Вот, кроме того, ну, это срабатывает только, если мы при некоторых условиях вот такая интерпретация может быть, у него что-то, он там вздохнул, может быть, чему-то своему вздохнул, да? И часто бывает ошибаемся. То есть, это, все-таки, вот количество не хватает нам. Мы, мы делаем, то есть, из минимальной информации мы вытягиваем, вот, на основе релевантности, на основе, вот, истинности. Можно? Маленькое замечание. Я хочу поблагодарить, потому что, это было очень много интересных примеров. И я буду ждать теперь, когда вы это увидите, чтобы эти примеры использоваться со ссылкой, соответственно. Вот. Ну, вот, я что портовала, и у меня тоже были такие мысли, вот, много материала, вот, какие же из этих, вот, всяких жестов, именно мы будем, как импликатуры рассматривать, а какие нет. И вот, я думаю, тут критерии такие должны быть. И что такое импликатуры покрасить? То есть, это консертивный компонент, это то, что человек именно хочет сказать. И чем отличается импликатура от фоновых знаний, да? То, фоновые знания предпозиции, презумпции, предпосылки, это то, что не актуально. А импликатура, это именно актуально. Вот, во-первых. Во-вторых, то есть, если человек, вот, как бы, то, что мы подсматриваем, когда человек просто жестом выдает, то, что он не хотел бы сказать, но выдает смущение, это не будет импликатурой. А, во-вторых, это, это имплицитный, конечно, компонент. То есть, тот жест, который явно говорящий, но не будем считать импликатурой. Вот, человек, пожалуй, этот приятель он и хотел сказать этим, что он не знаю, да? Вот, то есть, это не будет ипликатура потому что импликатура это имплицитный компонент. во-вторых. А, в третьих, импликатура – это такой компонент, который требует толкования. И для этого толкования мы используем свои вот коммуникативные метапрезeryja Яна то есть, наше знания о том, как протекает коммуникативная ситуация. В частности, постулаты Грайса. Вот я немножко расширяю, потому что кроме постулатов Грайса у нас еще могут быть подобные же, он не все описал, подобные же метапрезумпции, наши знания о том, как должен себя вести, как бы должен был себя. У вас очень много интересных примеров таких, когда вот, скажем, вот Атос, его реплику можно и так и так толковать, но вот собеседник использует постулаты Грайса, плюс еще вот частные метапрезумпции знания именно об этой ситуации и о событиях. И он таким образом истолковывает. Вот те, значит, примеры, где вот этот механизм используется с применением постулатов Грайса, других вот наших каких-то, потому что импликатура это следствие, которое вытекает не только из этого высказывания, но и плюс еще вот эти добавочные наши метапрезумпции, ну в том числе и постулаты Грайса. Вот это, значит, там очень хорошие были примеры, вот из Булгакова, я специально буду дожидаться и потом возьму их, буду использовать со ссылкой на вас. Спасибо. Единственное, что мне казалось, импликатура вывода, поэтому почему это обязательно ассерция? Я из поведения ассердников вывел некоторую информацию, разве обязательно она должна быть утвердительной? Я говорю, и это вопрос. Нет, не обязательно. Ассердивный компонент мы имеем в виду, не обязательно вот только он может в виде директива быть, он может быть в виде вопрос. То есть это тот и человек, который хотел сделать, именно хотел неявленным образом сделать говорящего, да и не всегда слушающего. Здесь вот как бы ассердце об расширительном смысле. То есть то, что он именно хотел сказать, неявленным образом. А то, что он не хотел, это уже не будет в виде которой. Но это действительно очень интересный материал, а много хороших марок. Это интересно. Есть о чем-то думать. Да, ну вот кто. А ты не за все. Февраль, значит, вот и на этаже. Давайте. Спасибо.